Для выступления со своей речью на трибуну приглашается самый смешной человек на планете. Актер, гений, легенда жанра комедии, автор детских книг невероятной глубины и человек с огромным чувством сопереживания, который отдает все силы на то, чтобы сделать наш мир лучше. Несравненный Джим Керри! Спасибо. Че это вы садитесь? Я хотел добиться вашего расположения. Ребят, вы сможете потом растянуть этот момент? Удлинить время во время монтажа? Спасибо, Бевен! Спасибо всем! Джей Гуру Дев! Я привез сюда одну из своих картин. Надеюсь, всем из вас будет ее видно. Не самое большое полотно. Возможно, вы захотите подойти поближе, чтобы рассмотреть ее. Преподавательский состав, родители, друзья, почетные гости, выпускники 2014-го. И мертвые бейсболисты, восставшие из-под земли, чтобы быть сегодня с нами. После сезона сбора урожая им некуда подастся. Все поля пусты. Там не осталось газона. Сегодня я намерен посадить семя. Семя, которое вдохновит вас идти по жизни только вперед, с энтузиазмом в сердце. И ощущением целостности. Вопрос в том, сможет ли зетия это семя? Или же на меня подаст суд Монсента? И потребует использовать их семя. Которая может быть не вполне по-йурведе. Прошу прощения, если я выгляжу уставшим этим вечером, ночью, не важно, что там. Прошлой ночью я спал головой к северу. Во блин! Во блин! Вы же понимаете, о чем я, дети? Проснулся прямо посреди питы и не смог заснуть, пока не наступила вата. Кошмар! Но я держал себя в руках. Я потратил это время на питание. Найти себе подобных через Тиндер. Все в этой жизни делается не с тобой. Делается для тебя. Откуда я знаю это? Я не знаю. Но говорю об этом, крайне важно. Вот зачем я здесь. Иногда мне кажется, что это и есть самое важное. Сообщать друг другу, что мы здесь. Напомнить друг другу, что мы часть одного большого Я. Раньше я думал, что Джим Керри — это и есть я. Простой, мерцающий свет. Танцующая тень. Великое ничто, которое может перевоплощаться во что угодно. Ищущий убежище в наспех выкопанных пещерах и норах. Лучник, ищущий свою цель, глядя в зеркало, раненный лишь собственными стрелами. Умоляющий попасть в рабство. И надеть кандалы. Ослепленный стремлением споткнуться. Арай! Скажем аминь! Вы же не думали, что я буду серьезен, верно? Видно, вы не знаете, с кем вы имеете дело. У меня нет границ. Меня нельзя ограничить, потому что я и есть граница. Ограница никак не ограничишь, чувак. Границу никак не ограничишь. Раньше я считал, что я это то, что отграничено от мира моей кожей. Что мне был дан маленький автомобиль под названием тело, чтобы познать азы творчества. И хотя мне досталась далеко не спортивная модель. Машина была взята на прокат, и ее следовало вернуть. И затем я понял, что все, что находится вне машины, тоже часть меня. И теперь я катаюсь на машине с откидным верхом. И ветер развивает мои волосы. Я рад. И для меня это огромная, преогромная честь оказаться здесь и пообщаться с вами в столь важные мгновения в вашей жизни. Я надеюсь, что вы приоткроете дверь и впитаете все в себя. Ну ладно, оставайтесь еще на 4 года. По-видимому, они еще не готовы. Очень жаль. Я хочу поблагодарить Попечительский совет, руководители и педагогический состав ОММ за то, что они создали учреждения, достойные образовательных стандартов Махариши. Место, где преподают знания и опыт, необходимые для успеха в жизни. Так же, как и возможность для студентов с помощью трансцендентной медитации и древних знаний ведов. Убивать по полтора часа времени два раза в день. Кого вы решили обмануть? Ну я думаю, в этом есть свои плюсы. Таким образом, можно понять, где кончаешься ты сам и начинаются всякие мысли в твоей голове? Таким образом, вы наделили их способностью оставаться позади роскошного убранства вашего сознания и видеть огромную разницу между собакой, которая вот-вот загрызет вас в ваших мыслях, и реальной собакой, которая намерена это сделать. Звучит не очень-то серьезно, но многие не понимают эту разницу. Хочу выразить свое признание вашим замечательным родителям. Аплодируем вам. Вы проделали колоссальную работу. За вашу погруженность в воспитание, любовь, поддержку и особенно за внимание, которое вы уделяли своим детям. Я часто говорю, берегитесь нелюбимых, потому что они могут причинить боль себе или мне. Но когда я смотрю на эту группу, на душе становится спокойней. Правда. Хочу сказать, что дверь моей комнаты все еще открыта. Все еще открыта. Без сомнения, некоторые из вас станут жуликами. Белые воротнички из Уолл-стрит, им подобные. Преступления, совершаемые людьми с высокой самооценкой. И этим родители могут по-своему гордиться. Обращаюсь к выпускникам 2017-го. Минус три. Вы не дали мне договорить. Поздравляю вас. Да. Аплодируйте себе. Аплодируйте себе. Пожалуйста. Вы стоите в авангарде знаний и здравого смысла. Вы новая волна в обширном океане возможностей. По ту сторону двери вас ждет мир голодный до новых предводителей и новых идей. Я был там в течение 30 лет. Да чего? Она дикая кошка. Вау, она будет тереться твою ногу и мурлыкать, пока ты не возьмешь ее на руки и не начнешь ласкать ее, а потом как... Врежет тебе по роже! Но это будет непросто. Но это не страшно, ведь там подует мягкое мороженое. Мороженое с драже. Думаю, именно эту мысль я пытаюсь донести до вас. Иногда полезно поплакаться. По жизни вас будет сопровождать страх. Но это вам решает насколько часто. Вы можете всю жизнь воображать в себе привидения и тревожить за свой будущий жизненный путь. Но на этом пути будет все, что творится здесь. И решения, которые мы принимаем сейчас, основаны либо на страхе, либо на любви. Многие из вас выбирают себе путь из чувства страха, замаскированной под полезность. То, что нам действительно хочется, кажется недостижимым и несбыточным. Поэтому мы не осмеливаемся просить у Вселенной. Поверьте, я живой пример того, что у Вселенной можно это просить. И если ваша просьба не сбывается этот час, то это лишь потому, что Вселенная в данный момент занята выполнением моей просьбы. Мой отец мог стать величайшим комиком, но он не верил, что подобное возможно. Поэтому он поступил весьма консервативно. Он выбрал теплую должность бухгалтера. И когда мне было 12, его уволили с этой теплой должности. И нашей семье приходилось перебираться случайными заработками. Отец научил меня многому. И далеко не последним уроком стало то, что можно облажаться в том, что тебе не по нутру. И поэтому следует попытать счастье в том, что тебе нравится. Но он научил меня не только этому. Я мог видеть то, как любовь и чувство юмора отца меняли мир вокруг меня. И я подумал, вот то, что я хочу. Вот то, на что я буду тратить время. Все было незадолго до моей актерской карьеры. Люди приходили к нам домой, и их встречал семилетний мальчик, выбрасывающийся с высокой лестницы. Они спрашивали, что случилось? И я отвечал, не знаю. Давайте посмотрим повтор. Я забирался наверх лестницы и спускался в замедленной съемке. Семейка была очень странной. Папа часто хвалился друзьям, что я не был куском ветчины, я был свиньей. В моем таланте он видел второй шанс. Когда мне исполнилось 28, я уже 10 лет был профессиональным комиком. И в один из лос-анджельских вечеров я понял, что цель моей жизни — избавление людей от забот, как и у моего отца. И когда я это осознал, то увековечил свое влечение в виде церкви свободы от забот. Церковь С.О.З. И я посвятил себя этому служению. А каково ваше служение? Чем ваш талант... Чем ваш талант сможет их обеспечить? Вам следует осознать это. Как человек, уже сделавший то, что вам только предстоит? Могу сказать из своего опыта, что влияние, которое вы оказываете на других, — это самая ценная валюта из всех. Все, чего вы добиваетесь в жизни, со временем умирает и становится прахом, и остается лишь то, что было в вашем сердце. Мой выбор — освобождение людей. Мой выбор освобождения людей от забот возвысил меня до небес. Посмотрите на меня. Каковы мои возможности? Куда бы я ни пошел, меня захлестывают эмоции, когда приходится так выступать, ибо это просто фантастика. Я делал что-то, что заставляло людей раскрывать себя передо мной с самой лучшей стороны. Сейчас я на вершине горы, и единственное, от чего я не освободился, — это я сам. И именно с этого момента поиски моей сущности стали глубже. И я думал, кем бы я был без этой славы? Кем бы я стал, если бы не говорил людям то, чего они хотят слышать? Или не оправдал бы их ожидания? Что было бы, если бы я не заявлялся на вечеринке в маске Марди Грасс, и отказывался бы усеивать свою грудь кучей бус? Даю вам время на то, чтобы вы забыли об этом образе. Но у вас такая огромная фора, вы уже знаете, кто вы. И этот покой, к которому мы стремимся, лежит за пределами личных качеств, восприятия других людей, придумок и притворства, и даже затраченных усилий. Вы можете вступить в игру, сражаться в войнах, играться с любыми образами. Но для настоящего умиротворения необходимо сложить оружие. Ваша нужда к признанию может сделать невидимым вас для этого мира. Не позволяйте ничему загораживать тот свет, что исходит из этого образа. Рискуйте быть замеченным во всем своем великолепии. Не слишком большая. Эта картина неспроста такая большая. Она называется «высокая видимость». Она подразумевает прикосновение ко свету и смелость быть замеченным. Хитрость в том, что тут всех привлекает этот свет. Тот, что сверху, считает, что счастье в бессознательном и предлагает сделать глоток из бутылки, которая тебя опустошает. Ниже нее — страдание, которое презирает свет, не выносит того, что у тебя все хорошо, и желает тебе одних бед. Ниже нее — королева бриллиантов, которой нужен король, чтобы достроить свой карточный домик. А также пустота, которая карабкается по твоим ногам с мольбами. Не бросай меня из-за того, что я предал себя. Даже самые близкие к вам и самые любящие, те люди, которых вы любите больше всего, увидят, как чистота будет противостоять времени. На эту картину у меня ушло тысячу часов. И когда я ее закончил, спасибо, тысячу часов, которые мне не вернуть. Никогда не вернуть. Я так долго трудился над ней, неделями напролет, словно умалишенный, стоял на строительных мостках. И когда я ее закончил, один из моих друзей говорит, «Смотрелось бы круто в виде светящейся картины». И я начал все заново. На картине изображены сумасшедшие персонажи. Но пусть лучше они будут там, чем здесь. В живописи я нахожу избавление себя от забот, способ остановить мир посредством умственного, духовного и физического совершенствования. Но даже при наличии этого наступает чувство божественного неудовлетворения. Ведь в конечном счете, мы не те воплощения божества, которых мы создаем. Мы не кадры на кинопленке. Мы свет, который сквозит. Все остальное — лишь дым и зеркала, которые отвлекают, но не обязывают. Я часто говорил, что желаю людям реализовать свои мечты о деньгах и славе, чтобы они поняли, что они не помогут достичь чувства полноценности. Как и многие из вас, я хотел выйти в этот мир и делать то, что выше меня. Пока кое-кто умнее меня не разъяснил мне, что нет ничего выше меня самого. Моя душа не заключена в рамке моего тела. Мое тело ограничено безграничностью моей души. Единое поле пустоты. Единое поле чего-то пустого, танцующего без какой-либо причины, разве что ради комфорта и развлечения. И как только в вас случится этот сдвиг, вы не будете чувствовать мир. Мир будет чувствовать вас. Он заключит в вас свои объятия. Я всегда начинаю сначала. У меня есть кнопка перезагрузки. И я давлю на нее постоянно. Если эта кнопка будет исправна по жизни, ваш разум не создаст ничего более наглядного. Фантазия пишет сценарии как хорошие, так и плохие, и всегда будет стараться удерживать вас в сложной системе вашего разума. Через глаза мы не просто созерцаем, но и проецируем наши домыслы, добавляя ими картину, которую мы видим перед собой постоянно. Страх пишет этот сценарий, и его рабочее название звучит как «Меня никогда не будет достаточно». Возможно, вы смотрите на меня и думаете, а есть ли у нас надежда на достижение таких высот? Джим, сможем ли мы нарисовать картину больше нашего дома? Как тебе удается парить на такой высоте без дыхательного аппарата? Это голос вашего эго. И если прислушаться к нему, то всегда найдется кто-то, кто лучше тебя. Чего бы ты не добился, это не даст тебе почивать на лаврах. Оно будет твердить, пока ты не оставишь после себя на планете нестираемый след, пока не достигнешь бессмертия. Насколько же коварно наше эго, что оно соблазняет нас перспективами чего-то, что у нас уже есть. Я лишь хочу расслабить вас. Вы знаете, это моя работа. Расслабьтесь и помечтайте о хорошей жизни. Когда я учился во втором классе, моя учительница родом из Ирландии говорила моему классу во время утренней молитвы, что если ей что-то нужно, ну что угодно, то она молит об этом небеса и в итоге получает свое. И я сижу на задней парте и думаю, моя семья не может позволить себе мотоцикл. И я пришел домой и помолился, пообещав взамен, что буду читать молитвы с щетками каждую ночь. Обещание я все же нарушил. Но две недели спустя, придя из школы, я обнаружил дома новенький мотоцикл «Мустанг» с банановой обивкой сиденья и удобным рулем. И с грязи в князи! Позже моя семья сказала мне о том, что я выиграл мотоцикл в лотерее, на которой мой друг вписал мое имя в билет, но не предупредил меня об этом. И подобное с тех пор случается со мной постоянно. Я хочу сказать, что все дело в том, чтобы рассказать вселенной о своем желании и работать над ним, не думая о том, в какой форме оно может сбыться. Ваша задача заключается не в том, чтобы понять, каким образом это с вами случится, а в том, чтобы распахнуть дверь в своей голове, и когда распахнется дверь в настоящую жизнь, войти в нее. И не бойтесь пропустить свою очередь, всегда найдется другая дверь, они постоянно открываются. И когда я говорю, «Все в этой жизни делается не с тобой, а для тебя», я не уверен, правда ли это. Я лишь делаю обдуманный выбор, чтобы воспринять испытания как нечто ценное, чтобы в дальнейшем преодолевать их с максимальной пользой. У вас будет собственный стиль, в этом и есть свое веселье. И да, почему бы вам не положиться на веру? Полагайтесь на веру. Не на религию, а на веру. Не на надежду, а на веру. Я не верю в надежду. Надежда обедняет. Надежда проходит сквозь пламя, а вера перепрыгивает через него. Спасибо. Вы готовы и способны творить прекрасные вещи для этого мира. И как только вы выйдете из этих дверей, перед вами будет лишь два пути. Любовь или страх. Выбирайте любовь и никогда не позволяйте страху настраивать себя против своего веселого сердца. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Для меня это огромная честь. Спасибо.